МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Граффити в Атомграде. Искусство или вандализм? Дети таким образом показывают свою взрослость, взрослее. Им хочется взрослеть и показать самостоятельность. Они оставляют свои знаки, символику, чтобы показать, обозначиться. Вот он я. Акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Мы были маленькие, и мы не понимали всей тяжести жизни. Особенно это досталось нашим материалам. 28 января в городской администрации прошло еженедельное совещание. Руководители ключевых подразделений города доложили об итогах работы за неделю и о предстоящих планах. За прошедшую неделю в отделении скорой медицинской помощи поступило 188 вызовов. В круглосуточный стационар госпитализировано 111 человек. В родильном отделении на свет появилось два младенца. Также начальник медсанчасти номер 135 Алексей Азаренков отметил, что рост заболеваемости ОРВИ не наблюдается. Инженерная инфраструктура города работает в нормальном режиме. Управление многоквартирными домами осуществляется в штатном порядке, к выпавшему снегу готово, все работают, поэтому здесь проблем тоже нет. Ближайшие мероприятия для жителей и гостей города анонсировала Анна Королёва. 30 января в 18.00 в Лесногорской детской музыкальной школе состоится концерт обучающихся отделения фортепиано, посвященный творчеству современного русского композитора Игоря Парфенова. Спортивные события отмечены баскетбольной встречей за кубок ЦФО в субботу в 18.00 и в воскресенье в 11.00. Кроме этого, 1 февраля во всех школах города состоится вечер встречи выпускников. В 1-й, во 2-й и в 3-й школе начало вечера встречи в 17.00, в 4-й школе начало в 16.00. Ксения Бьюшкова, Юлия Соболева, Александр Рафеев, Десна-ТВ. Уличное творчество или вандализм – Десногорск для художников граффити, который год становится площадкой, где можно безнаказанно оттачивать своё мастерство. Холстами становятся стены зданий, подъездов и всё, что понравится творцу. Подробности далее. Так называемый стрит-арт в последнее время буквально захватывает городское пространство. В большинстве своём псевдохудожники считают, что их работы украшают Десногорск. Холстом для надписей и картинок, смысл которых иногда трудно понять и самому автору, становятся стены подъездов, фасады зданий, а иногда новые и долгожданные городские объекты. Скейт-площадка Extreme Time была открыта в Десногорске в октябре прошлого года, но оформление конструкции, похоже, нравится далеко не всем. Совсем недавно здесь появились неуклюжие и уж точно невысокохудожественные надписи с признаниями в любви. Их уже удалили, но осадок, как говорится, остался. Осадок останется, скорее всего, и у самого художника-романтика. Камеры наблюдения у скейт-площадки зафиксировали весь процесс порчи городского имущества. При этом потребность в таком самовыражении у молодых людей обычно объясняется вполне тривиальными мотивами. Дети таким образом показывают свою взрослость, им хочется взрослеть и показать самостоятельность. Они оставляют свои знаки, символику, просто чтобы показать, обозначиться. Вот он я. Здесь, опять же, еще может быть желание риска. Такое некоторое, когда адреналин повышается, ты знаешь, что тебя могут застать в любой момент. Открытая площадка, ты пишешь, при этом выбрасывается адреналин в кровь, можно еще и этим объяснить. Освойственно такое поведение в подавляющем большинстве случаев молодежи от 10 до 15 лет. Но, несмотря на юный возраст, ответственность может ждать по-взрослому серьезной. Соответствующая статьей Уголовного кодекса, наказание за вандализм в той или иной форме предусмотрено для лиц с 14-летнего возраста. Неприятности будут ждать и их родителей. Статьей 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено полное возмещение ущерба законными представителями, причиненного подросткам. Кроме того, с частью 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за недвижащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Строгость наказания за граффити объясняется тем, что формально это не просто рисунок, а проект благоустройства. Но выход есть. Эскизы можно согласовывать с властями города и заниматься творчеством, не боясь неприятных последствий. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. 27 января в Десногорске прошла акция «Блокадный хлеб». Она призвана напомнить о беспрецедентной для 20 века блокаде, целью которой было уничтожение миллионов жителей Ленинграда. Ключевым символом тех событий стал кусочек хлеба весом в 125 граммов. «Маленькая же была, на палочку его посадила вот так вот, а он сгорел, он подсох и сгорел. Я так кричала, до сих пор у меня в голове вот этот крик стоит». Такие воспоминания о небольшом кусочке хлеба рассказывает жительница блокадного Ленинграда Валентина Гоман. В то время ей было всего 4 года, но ужасы войны не стереть из памяти. 27 января в Десногорском историко-краеведческом музее прошёл открытый урок, на котором дети-мыстричи школы рассказали о том, как 872 дня люди жили в острой нехватке продуктов питания и в постоянном страхе. «Всю тяжесть на себе несли. И вот каково матери было, когда на них смотрят голодные дети голодными глазами, а мать не может ничего сделать и ничего им дать». В блокадном Ленинграде начался массовый голод, который усугубился суровой зимой. К ноябрю 1941 года норма выдачи хлеба для детей и ждивенцев достигла минимального значения – 125 граммов. Но такие крохотные кусочки хлеба придавали людям силу и надежду на жизнь. На уроке, посвящённом 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, присутствовали и почётные лица города. Они напомнили молодому поколению о героическом подвиге тех тяжёлых лет. «Таким кусочком кормился человек целый день, сутки. И благодаря этому кусочку они выживали, они трудились и они воевали. Они отстояли победу, отстояли мир на земле». С важной для всей страны датой Валентину Гомон поздравила и начальника отдела социальной защиты Злата Бриллиантова. «Для Санкт-Петербурга и тогда Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – это был великий праздник. Поэтому вот с этим освобождением нашей страны мы вас поздравляем. Спасибо вам большое». Главным символом этой всероссийской акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов. Его волонтёры и раздали всем гостям в завершении мероприятия. Конечно, выглядит хлеб сейчас иначе – пышнее, аппетитнее, да и состав совсем другой. Настоящий блокадный хлеб не имел ни вкуса, ни запаха. Он состоял из целлюлозы, жмыха и мучной пыли. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Арофеев, Десна-ТВ. К концу выпуска о погоде. 30 января в Десногорске пасмурно и сильный снег. Температура ночью 0 градусов, днём плюс 1. На этом наш выпуск подошёл к концу. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!